Здравствуйте, господа! Этим летом было опубликовано открытое письмо деятелей культуры, науки, искусства к президенту Путину по части ювенальной юстиции. Итак, письма бывает много, с подписями разными, но вот письма, под которым одновременно подписались бы, например, Бурлеев и Норштейн, я что-то не припоминаю. Письмо подписали разные люди, движимые одной тревогой. Одна из подписанок этого письма сегодня у нас в студии. У нас в студии детский психолог, директор института демографической безопасности, член правления Российского детского фонда Ирина Медведева. Здравствуйте, Ирина Аклорбина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что побудило вас и ваших со-подписантов обратиться с этим письмом именно сейчас? Ведь смотрите, в октябре, по-моему, 2010 года закон о ювенальных судах зарубила Дума. С тех пор, в общем, была пауза, потом, значит, поступил законопроект о социальном патронате, который там завис. Ничего не происходит. Почему именно этим летом вы обратились к письму президенту? Ну, на самом деле происходит. Просто те люди, которые двигают эту ювенальную юстицию, они поняли, что надо менять этикетки, надо менять наклейки, которые бы не опознавались как опасные для тех людей, которые ювенальной юстиции считают необходимым противостоять. И вот стали готовиться всякие законопроекты с маскировочными названиями, типа патроната. Например, социальный патронат я и назвал. Собственно, закон был на самом деле очень неприятный, но он не двигается. Забота о детях-сиротах, я забыла, как он точно называется, но там как будто бы все касалось только детей-сирот, на самом деле не только детей-сирот, а детей, оставшихся без попечения родителей, но при этом родители могут присутствовать, а просто кто-то сочтет, что попечения родителей такое недостаточное, что, можно сказать, его нет совсем. Так что вот сама эта ювенальная идеология, она все время проталкивается вот сейчас какими-то тайными ходами. Вы считаете, что вот этот процесс приведет к какому-то скачку, что-то сильно изменится в худшую сторону? Ну, в худшую сторону это мало сказать. Я думаю, что просто будет разрушаться жизнь. И как директор такого общественного института демографической безопасности, я обязана интересоваться демографической ситуацией, которая, как все знают, в нашей стране очень печальная. Так вот, демографическая ситуация резко ухудшается в тех странах, в которых вводят ювенальную юстицию, потому что никому не охота быть родителями, когда ювенальная юстиция... Когда заранее кругом виноват. Вообще виноват изначально, только потому что родитель. Ирина Яковлевна, вот люди, которые спорят с вами лично, вообще с оппонентами ювенальной юстиции, они, ну, в больших печатных изданиях нет, по телевизору нет, а в частных беседах говорят всегда одно и то же. А чего вы раскипятились? А чего изменится? Вот сейчас в России, прямо вот сейчас, пока мы разговариваем, 70-80 тысяч детей отбирают у родителей по лишению родительских прав в год. Еще там 5-7 по ограничению родительских прав, 5-7 тысяч детей еще, значит, сверхтого. Суды при обращении органа опеки о лишении или ограничении родительских прав в 90 с чем-то процентах случаев становятся на сторону органов опеки. Все уже так, как вы вроде бы боитесь-то. Что вы сейчас закричали? Все так и есть. Это очень характерная манипуляция, которой пользуются идеологи или адепты, не знаю, как правильно сказать, ювенальной юстицией. Будем говорить аккуратно сторонники. Сторонники, хорошо, сторонники. Дело в том, что когда нет еще закона, тогда не поздно повернуть назад. Во-первых. Во-вторых, можно подать в суд на этих ювенальных судей, образно говоря. Хотя у нас ювенальные суды существуют только экспериментально. У нас ювенальные составы, у нас нет ювенальных судов. В Ростовской области есть. По секундочку. В Таганроге, например. Просто лишение родительских прав обжалуются судебным порядком точно так же, как любое судебное решение. Я правильно понимаю? Да. Так вот, пока это еще не закон, не поздно повернуть в другую сторону. Да, я забыла сказать. Вы спрашивали о том, какие опасности появились летом. Концепция, которую Матвиенко, госпожа Матвиенко подала президенту Путину. Концепция о защите детей с 2012 по 2017 год. Вот эта концепция, в которой нет ни слова о ювенальной юстиции. Потому что я уже сказала, что это красная тряпка. Немодная, да. Да, красная тряпка. Она насквозь ювенальная. Вот еще почему появилось это письмо. Кстати... А что там нового произнесено в этой бумаге, госпожа Матвиенко? Ну... Все то же самое просто? Ну, как вам сказать? Там уже утверждается необходимость знакомить детьми с их правами. И детей очень активно включать в защиту их прав. То есть дети будут решать, как их надо защищать. Какие-то города дружественные к детям. У нас уже есть клиники дружественные к молодежи. Там делают аборты. Без предупреждения... Да, конечно. Это же политкорректное название. Клиники дружественные к детям. Туда может прийти любая девочка сделать аборт. То есть, по сравнению с Министерством Правды, это сильное продвижение вперед, да? Да нет. Я бы сказала, что это то же самое. Вы знаете, ничего нового. Министерство Правды, Министерство Любви, дружественные клинки. Другое дело, что когда мы когда-то в советское время читали Орвилла, мы думали, что это все о нашей советской жизни. На самом деле, он никогда в жизни не был в Советском Союзе, и все написал про английскую жизнь. Вот теперь мы это все имеем у себя. Ну, видите, какое дело. Тут, на самом деле, мне непонятно, что происходит в наших законодательных кругах. Потому что одно дело, нас бы уговаривали наступить на эту увитую цветами дорогу, которая ведет в рай. Сейчас можно посмотреть на любую европейскую страну, посмотреть, что там делают ювенальные юстиции. Ну, в общем, это довольно кошмарно. При том, что эти люди делают массу добра, органы опеки, заступают за обижд, это все верно. Но, кроме того, там чистый ад. Я бы сказала, что кроме ада, они иногда так, чтобы хоть чуть-чуть пустить пыль в глаза, делают чуть-чуть доброе. Ну, почему пыль в глаза? Там действительно есть специализированные приюты для разного рода несчастных матерей, детей, обиженных женщин. Меньше всего они думают о реально несчастных детях. К сожалению, детей в основном отбирают у нормальных родителей. У тех родителей, которые пытаются, несмотря на то, что они знают, как это опасно, все-таки хоть как-то детей воспитывать. Да, это действительно делает опасным. Всякое воспитательное воздействие, потому что воспитывать без наказания нельзя. Просто невозможно. Даже теоретически нельзя. Я по профессии клинический психолог, и очень много имею дело с детьми, постоянно, как детский психолог, могу вам сказать, что просто невозможно обойтись без наказания. Ну, а в таком случае как? Значит, вот есть зарубежный опыт, который трудно, находясь в драуме, признать таким уж радужным. Почему вот нас пытаются повернуть на ту же самую дорогу? В чем резон? Ну, про резон скажу следующим тактом. Сначала скажу, что вот я забыла еще отметить, что мы подписали не так давно, меньше года назад, так называемую европейскую социальную хартию. Те страны, которые подписали европейскую социальную хартию, должны, а вернее обязаны, вводить ювенальную юстицию, и, во-первых, во-вторых, сексуальное просвещение в школах. Вот те две вещи, которые наиболее опасны, разрушительны и для психики, и для нравственности детей, и вообще для существования страны. Если будет много людей, помешанных на сексе, вот как это сейчас, скажем, в Дании, в Швеции, вот я недавно там побывала, вот жизни не будет нормальной. Сексуальное просвещение просто убийственно для психики детей. Это я знаю, как детский психолог, хорошо, что такое растормаживание сферы влечения раньше времени. Ну, ювенальная юстиция разрушает семью, разрушает психику ребенка. Ювенальная юстиция именно в том смысле, в котором мы этот употребляем термин сейчас. А в другом смысле мы пока не видим. Давайте употреблять в том смысле, в котором это есть на практике. Все-таки ювенальная юстиция в исходном-то смысле базировалась на простейшем соображении, которое знали еще в Древнем Риме. Конечно. Что с малолетним правонарушителем надо обращаться несколько иначе, чем со взрослым преступником. У нас это давным-давно все делается. Все знают, да. Для этого не нужны специальные субъекты. Сама в себе ювенальная юстиция – это не ужас. Нет, конечно. Вопрос в том, как ее понимать. Ну, давайте понимать ее так, как она сегодня существует в западных странах, которые нам и диктуют ее. Вот расскажите нам, какой у нас резон за этим диктатом следовать. Вот, значит, госпожа Матвиенко, к ней могут быть разные претензии, они есть. Вот. Но я, честно говоря, не очень верю, что она лоббирует эту самую ювенальную юстицию из каких-то своих шкурных интересов. Нет, почему? Я думаю, что да, хотя я не судья и не следователь, но я думаю, что да, судя, потому что она представляла нашу страну в 1994 году на Каирской конференции по народу и населению и сказала, что мы будем верны духу и букве Каирской конференции, и от России подписала решение Каирской конференции, которая фактически диктовала странам снижение рождаемости. Вот, причем Россия тогда, подписав эту резолюцию, вот решила эту проблему, потому что слаборазвитые страны, которые называются странами третьего и четвертого мира, они были против. Если бы Россия не подписала, то они бы перевесили. Вот благодаря этой Матвиенко, ну, вероятно, она действовала не сама, а консультируясь с какими-то вышестоящими товарищами. Ну, уж надо думать, что консультируясь. Вот, но вот это и есть планирование семьи. Планирование семьи, как вы знаете, это сокращение населения. Вот, ювенальная юстиция входит в этот план как очень активный, очень эффективный способ сокращения населения. Западные страны это уже на себе показали. Хорошо, но это на самом деле довольно мрачная точка зрения. То есть вы считаете... Ну, что же делать? Вы считаете, что наш руководство сознательно войдет в дело на демографическое обнищение державы? Я думаю, что наше руководство в лице кого-то ведет, а в лице кого-то вообще не допускает даже такой мысли, а считает, что все хорошо и не вникает ни во что. Потому что, знаете, очень трудно жить в таком состоянии искусственной шизофрении. Вот, делать что-то как негодяй, а считать себя хорошим человеком. Поэтому лучше уговорить себя, что ты делаешь что-то полезное. Но вот западные страны свидетельствуют, понимаете. Я там была не как турист, я была в командировках. Там очень успешно снизили рождаемость с помощью ювенальной юстиции. Ну, не только ее, там была масса других факторов. Конечно, в том числе и инъекционная стерилизация. Вот в Швеции, в Дании, например, очень многие женщины стерилизованы. Бог с ними сошли за издание. У них там много своего забавного. Давайте про нас. Вот постоянно в интернете любят друг друга стращать. Постоянно стращают, что вот уже отнимают детей из благополучных семей. Вы знаете конкретные случаи? Да, знаю, конечно. Они действительно увеличиваются в числе сейчас? Я не скажу, что они увеличиваются. Я скажу, что это бывает. Нет, не увеличивается, потому что противодействие сегодня очень серьезное. Почти в каждом городе есть родительское движение. Особенно это популярно в православной среде. Православные родители вообще сейчас более активны, чем не церковные люди. Я очень много езжу по стране и могу вам сказать, что родительские движения почти везде сейчас есть. И они действительно активно противодействуют в конкретных случаях? Да, в конкретных случаях. А вот, например, к человеку приходят органы опеки, человек звонит в родительское движение, и тут же выезжают люди. А в этом движении обязательно есть психолог, педагог, юрист. Ну, это надо знать, куда звонить. А потом насчет того, что православные родительства сопротивляются сильнее, это замечательно. Но я так ни разу не слышал, чтобы в районах с более мусульманским населением такие вопросы вообще поднимались. Там про такое не говорят. А вы можете себе представить, что в Чечне пришел орган опеки в дом? Я могу себе представить, что в Чечне хотели экспериментально ввести ювенальную юстицию. Я не только могу себе это представить, я это знаю. Ну, Кадыров сказал, что пусть только попробует. Конечно. Причем он же не угрожал, он просто говорил, видимо, так, Кадыров, попробуйте, посмотрите, что получится. Интересно, что когда я была в странах Западной Европы и интересовалась этим вопросом, надо сказать, что этим вопросом интересоваться очень нелегко. Потому что местное население ужасно боится даже говорить на эту тему. Вот только наши русские люди, которые повыходили замуж за иностранцев, они честно отвечают на эти вопросы. Ну, или надо быть таким отважным человеком, как глава антифашистского комитета Финляндии Йоханн Бекман. Вот он тоже ничего не боится и очень отважно защищает женщин от этого. Так вот, когда этим вопросом интересуешься, то узнаешь, что родители не проявляют никакой уже активности иностранной, и только наши сопротивляются. Я, кстати, страшно вас слушать. Просто для того, чтобы дух перевести, я объявлю рекламную паузу. Хорошо. Если вы позволите, вопрос совсем такой вкусовой. Как бы вы оценили деятельность сегодняшних органов опеки в России? Они очень разные. Вы знаете, в России вообще не столько все зависит от органов, сколько от человека. Ну, это везде так, знаменитая фраза «Князь Кропоткина – люди лучше учреждений». Ну да, но князь Кропоткин тоже не датчанин и не шведский. Так что в России все очень зависит от человека. Но я хочу сказать, что если будет уже жесткая разнарядка, отслеживать каждую семью, где трещина на потолке, или мама-одиночка, или у ребенка синяк на коленке, то и хорошим представителям органов опеки придется вести себя так, как они себя ведут за границей. Я очень много знаю реальных историй. Вот я, кстати, хотела сказать, что я знаю реальные истории, когда из очень благополучных семей от нее молились детей, в том числе и у нас. По каким поводам? По самым разным. Вот ребенок, как это было с семьей Агеевых, я изучила этот вопрос. Ребенок, приемный ребенок, когда совершенно не опасно ошпарился, схватив электрический чайник, когда мать на минутку вышла во двор их частного дома, чтобы помочь отцу, кстати, из машины донести сумки с продуктами, купленными для этих двух приемных детей, которых они взяли из детдома. Потом он кубарем скатился с лестницы, со второго этажа. Они его повезли в ожоговый центр. Все, с этого началась их страшная история. Они абсолютно ни в чем не виноваты. Их обвинили в побоях, ну и так далее. Я думаю, что все помнят эту историю. Ну и этих детей второй раз делали сиротами. Причем надо сказать, что мальчик этот с большим недоразвитием интеллектуальным, особенно не был желающих на него. И вот эти дети опять в детдоме. А как же так? Ведь совсем недавно еще, ну не скажу на всех заборах, у нас на заборах другое пишут, но по всем телеканалам официальные лица рассказывают, что детские дома позор России, что мы с ними будем поканчивать. Эта версия политики демографической свернута. Больше этого мы не говорим? Нет, мы, к сожалению, это говорим. Но продолжаем это. Я говорю, к сожалению, я говорю, к сожалению, потому что если сравнивать детдом и так называемую патронатную семью, вы знаете, во многих случаях я бы выбрала детдом. Детдом это, в принципе, очень плохо. Но если сравнивать... То есть вы хотите сказать, что патронатная семья еще хуже? Почему? Конечно, она может быть разная. Дело в том, что... Только детдом может быть разным. Патронат... Конечно, и бывают очень хорошие детдомы, интернаты. Но патронатная семья не может, даже если она хорошая, такому ребенку брошенному... А брошенный ребенок, это часто ребенок с дурной наследственностью, ведь нормальные женщины не оставляют детей в роддоме. Так что это дети, часто с одекореченной наследственностью. Патронатная семья не сможет нанять ему сразу психоневролога, логопеда, психолога, массажиста и так далее. Вот детдом может на всех детей взять одного логопеда, одного психоневролога и так далее. Патронатная семья просто с этим не справится. Я уж не говорю о том, что в патронатной семье могут быть, к сожалению, разные мотивы. Вот в детдоме особых таких корыстных мотивов нет. Там не разживешься. А патронатной семье за каждого ребенка платят очень много. Если бы так помогали матери-одиночки или многодетной семье, это было бы замечательно. Страшная загадка. А почему, собственно, нельзя? Почему можно на того же самого ребенка, когда его перетащили за шкирку в другое помещение, давать там семеро, в десятеро больше? Я на самом деле не понимаю. С одной и той же казны. Одного и того же ребенка. Ну, для этого надо понимать, что такое то, что на политкорыстном языке называется политика демографического сдерживания. Что такое планирование семьи? Планирование семьи – это не только навязывание абортов, контрацепции и других гадостей. Это еще и всякие окольные меры по сокращению рождаемости. В частности, ювенальная юстиция. Так что эта логика не человеческая, она какая-то сатанинская, поэтому нормальному человеку вообще это трудно понять. Просто этому надо противостоять. Давайте вернемся к сопоставлению того, что может быть с тем, что есть. Вот сегодня, в действующем сегодня в России и семейном кодексе, в статье, если не ошибаюсь, 56, черным по белому написано, что когда ребенок чувствует, что его права нарушены, интересы не защищены, он может самостоятельно обращаться в органы опеки, а с 14 лет в суд. То есть тот самый стук на родителей, о котором говорят противники ювенальной юстиции, он уже несколько лет, как прописан в Российской Федерации, это действует. Дети ходят в органы опеки, дети звонят в суды. Если в стране нет уже установленной ювенальной идеологии, если детям с горшкового возраста, когда они еще даже говорить не умеют, не рассказывают, как надо маленьким пальчиком набрать три циферки в телефоне, и как родители – это их враги, и как родители не имеют права делать замечания, не имеют права ничего запрещать, это все насилие, это все нарушает твои права. Вот если это не вдалбливает в детскую голову, то дети вообще не обязаны знать никакого семейного кодекса и вообще никаких правовых документов. Это не для детей пишется. Это пишется для юристов. Права документов не обязан знать никто, не хочет, не знает. Конечно. Но поскольку эти документы уже много лет есть, по вашим наблюдениям, это действует... По моим наблюдениям, это действует только там. Нет, вот сегодня у нас в России. Действует в тех регионах, пилотных так называемых, в которых детям в школах читают лекции о том, как родители не имеют права нарушать права детей, простите за тавтологию. И это буквально сказывается. Вот в таком-то регионе ввели такое правовое просвещение. Ну, просто сразу. Вот после первой лекции очень многие дети приходят домой, когда мама говорит, убери, наконец, свою комнату. Он говорит, это моя комната, ты не имеешь права нарушать. Ну, я так понимаю, что это в порядке шутка ребенок. Ничего подобного. Кто-то шутит, а кто-то говорит серьезно. Это моя территория. Это моя треть квартиры. Что хочу, то и делаю. Так что очень быстро это сказывается. А там, где не читают таких лекций, дети как дети. И понимают, что есть родительская власть. Скажите, пожалуйста, как вы видите перспективу обсуждаемую тему? Что будет происходить у нас с вами на глазах в ближайшее время? По этой части. Вот, скажем, бумага Матвиенко, которая так вас расстроила, о плане действий с 2012 по 2017 год. Она будет воплощаться в жизни или не будет? Закон о социальном патронате будет принят или не будет? Вот как вы видите перспективу? Я думаю, что поскольку в родительском движении есть очень грамотные юристы сегодня, в том числе юристы, которые работают в органах власти, и в Думе, и в Совете Федерации, везде есть уже нормальные люди, слава богу. Я думаю, что если это и будет все принято окончательно, то это будет принято со значительными поправками. Потому что, как во всякой пакости, в этом есть и много хорошего. Дьявол вообще не был бы опасен, если бы он не обещал, и много хорошего в том числе. Вот так и все эти документы, там есть и полезные вещи. Вот если вредно исключить, вот если переписать опасные пункты, я думаю, что все будет ничего. Я уверена, что в таком виде этого не будет. Потому что, мне кажется, что если даже не рассчитывать на совесть верховной власти, то надо рассчитывать на то, что им нужен бунт. Верховная власть, это не человек, поэтому совесть не имеет. Собственно, некоторые люди тоже не имеют. Но она же состоит из людей. Вот так вот. Я и хотел спросить, как вы себе представляете соотношение сторонников и противников в той же Думе, в том же Совете Федерации, в правительстве? Сторонников и противников вот этого комплекса, комплексы, затихи. Вот как я себе это представляю. Когда-то в детстве мы на уроках истории, помните, учили про французскую революцию, что там было такое понятие болото. Вот я представляю себе, что большинство людей вообще и во власти в частности, это болото. Они качнутся на сторону силы. Вот куда им скажут, туда они качнутся. А я думаю, что им скажут все-таки в сторону возвращения нормы человеческой. Потому что власти надо опираться на кого-то, на олигархов уже, как показывает. Ну, это давно забыли. Опыт, да. Уже опираться невозможно. Вот как-то они оказались не очень верными, суверенными. Совершенно верно. Верные ребята, верный Руслан. Поэтому, ну, генералы же не могут быть без армии. Вот теперь придется согласиться на то, что армией будет народ. Народ не позволит введение ювенальной юстиции в том виде, в котором ее хотят ввести сегодня. Этого не будет. Если это будет, не будет жизни. Что-нибудь одно. Жизни в России не будет нормальной. Сейчас уже многие мужчины в регионах петушатся и говорят, ко мне не придут, пусть только попробуют. У меня ружье есть. Это все чушь. На Западе тоже так говорили мужчины. Я это знаю. К ним приходит полиция. Если они хоть чуть-чуть оказывают сопротивление, малейшее сопротивление, то есть просто загораживают ребенка спиной, их тут же кладут на пол, лицом к полу, надевают наручники. А когда детей уводят, тогда наручники снимают. Очень трогательная картина. Очень трогательная. Очень демократическая, главное. Очень демократическая. И все-таки я вернусь к вопросу, который мы отчасти затрагивали применительно к регионам России. А я теперь спрошу про страны света. А скажите, пожалуйста, в нехристианских исходных странах что-нибудь подобное есть? Я не видела. Я не была. В Непале не видела. Вот я была в Непале, там нету точно. В арабских странах, я не знаю. В арабских не была. В среднеазиатских. В Египте пока нет. Может быть, сейчас уже все там будет после переворота. Вот я там была полтора года назад на Синае. Вот на Синае не было. Но я была, правда, в монастыре Святой Екатерины, там нет детей. Да, там трудно завести. Ну, вот видите, господа, наши сегодняшние гости полагают, что болото качнется в хорошую сторону. Ну, не то болото, которое болотная площадь. Болото в понятии французской революции. Да, болото в старинном историческом смысле. Вот что масса законодателей, масса людей в правительстве будет все-таки склонна к добру, ювенальные юстиции в ее наихудшем проявлении мы в ближайшее время в России не увидим. Ну, может, так и есть. Всего доброго. Продолжение следует...